Нет, это не гастроли народного ансамбля или московского цирка, просто делегация от Пермского края едет покорять 17-е Дельфийские игры. Позже Иван и Михаил с Дельфийских игр привезут бронзу, но сейчас по дороге во Владивосток у молодых людей есть время сыграть для души дуэтом. Меня отдали в музыкальную школу в 5 лет, вот мне сейчас 23 года и получается, что в 18 лет я уже учусь играть на балалайке. Сутки в поезде и 9 часов на самолете. В этом году Дельфийские игры прошли во Владивостоке. За награды боролись 1862 участника из 69 регионов. Помогали во всем сотни волонтеров. Студенты Дальневосточного федерального университета. Мы будем работать до 24 часов и поэтому я понимаю, что я буду очень сильно уставать. На самом деле очень много разных творческих людей. Если есть на свете рай, это Краснодарский край! Для многих ребят это дебютное участие в конкурсе. Вокалистка из Краснодарского края Софья Абьемуан надеется, что игры помогут ей в карьерном плане. А золотая медаль, как позже выяснится, станет для нее хорошим началом. Я уже для себя конкретно решила, что вокал – это моя жизнь, то, чем я ее буду связывать в дальнейшем. Поддержка во время выступлений – самое важное, признаются участники. Именно это помогло победить пермской паре в номинации «Классический танец», ведь за них болели более 70 человек. Пермский край. У нас очень поддерживали. Приятно было, не ожидала вообще. Это просто, что когда началось выступление, просто объявляют «Пермский край», «Портновь Исаева» и просто как зал взорвался. Финал – самое ответственное мероприятие и одним из самых волнительных он стал для участников номинации «Фортепиано». Ведь выступают они вместе с оркестром Приморской краевой филармонии. Чтобы осознать уровень, достаточно вслушаться. Половина участников этой номинации уже имеют опыт выступления на большой сцене, а некоторые, несмотря на свой юный возраст, уже состоят в региональных оркестрах. Это уже, как сказать, можно, грубо говоря, мастера, готовые музыканты, исполнители. Золотую медаль принесла также сыроковая артистка Мария Кондакова, о которой мы рассказывали в эфире телеканала «Ветта» в феврале. По итогу в активе нашей команды 22 награды по 19 номинациях, 8 из которых первое место. Ну а что касается номинации тележурналистика, наша съемочная группа стала победителем в старшей возрастной группе. Золотую медаль также взяли корреспонденты младшей возрастной группы из Чусового под руководством куратора Александра Ганюшина. В общем зачете Пермский край занял второе место. Закончились 17-е Дельфийские игры во Владивостоке. Ну, на самом деле, слов что-либо сказать уже не остается. Есть только язык танцев. Руслан Випеляев, Евгений Деменович. Специально для телекомпании «Ветта».